работать дома из постели рисуя картинки звучит нереалистично а вот для нашей сегодняшней героини это обычный рабочий день знакомьтесь это юлия и она художница привет друзья сегодня у нас небольшая диванная передача мы пригласили сюда художницу которую зовут джулия арт да и надо сказать что наткнулся на нее я в сети интернет то есть совершенно случайно мне вынесли один из ее постов я на нее подписан убил и внезапно соответственно просматриваю фотографии понял что речь идет о саровчанке поэтому мне стало интересно эта история поскольку там было заявлено что эти рисунки не просто рисунки ание работа соесс она плач toma job работы а сейчас она тем очень интересно да как зарабатывать во-первых своим творчеством во-вторых зарабатывать соответственно сидя дома да то есть вполне такие вот фрилансерские услуги поэтому джулию мы сюда пригласили сегодня и поговорим как раз об этой истории как научиться зарабатывать собственным творчеством через сеть интернет ну на самом деле все прозаично здесь родилась здесь живу вообще я по образованию бухгалтер милый мой бухгалтер ну как бы так хотели родители тогда особо выбирать не приходилось и поэтому я и в лобачевском уже поучилась в нижнем и потом все равно вылетела из него доучилась на бухгалтера тоже в нижнем вернулась вот ну и в итоге не моё скучно хотя работала да ну как бы вроде бы и понятно но каждый это как зарплату считать каждый раз опять ну в общем не моё я гуманитарий вот ну и потом что делать невозможно так всю жизнь жить вытаскивала лавкрафт тут это просто как по книге так иллюстрация фактически это рисовала я как раз таки вот бедная наша планета что с ней происходит все творческая задача были тоже заказка вот эти рисунки это вообще никакой задачи не было это моё то что я хотела рисовала для себя и вот повесила себе на стену дома то есть это не под конкретно какого-то заказчика здесь то же самое а здесь мне просто понравился на каком-то рисунке где-то в интернете я увидел татуировщика сочетание цветов ну на печать она чуть другое стало ну как бы вот суть и что тут меня в голове такое реализовалась я вот воплотила так скажем это дело я очень хорошо помню этот момент с одной точки зрения этот момент был неприятный потому что я работала в бухгалтером в одной нашей конторе известной но по стечению обсто я была замужем то есть уже все это и возраста мне уже короче я оказалась положение а было и не знают нормально говорить и нормально а было в на испытательном сроке не оформлено а я же меня принимали на работу я даю не давать что я буду работать но я как бы честно отследили они мой компьютер переписку и вызвали меня и говорят ты там что-то папки плохо расставляешь и иди отсюда я со слезами на глазах зима помню была метана гормоны еще иду плачу чё же делает там ля-ля-ля ну и в итоге оказалась ситуация в такой что ну годика три работы у меня не будет а я все такой человек что я так не могу мне нужно что-то как делать и просто вот стала штудировать интернет это было давно лет 11 назад больше даже стал лазить в интернете что можно делать а тогда там что-то шариковые ручки собирать какие-то ночью чего только не было вот про photoshop узнала поставила его себе и стала что-то тыкать ну что тот пытаться тут сначала с фотографии что-то я пыталась там фотоаппарат себе купил ну как бы ребенок родился до фотоаппарат купил и там обрабатывала все дела вот потом наверное ну как бы не повезло что ли я нашла девушку у них какой-то был коуч-центр в москве им требовался дизайнер всякие там баннеры какие-то логотипе на такой вот мелкая такая работка да но на тот момент я прям помню они платили 10 тысяч в месяц так на секундочку когда меня выгнали я за январь заработала 6 постоянно ходя ножками на работу да и в снег и в зной а здесь они предлагали вот дома на диване и вроде и ну и таким образом вот стала я узнавать но сначала стало какие-то там баннеры что-то такое вот небольшой там конечно они постоянные правки правки тут на 3 миллиметра сдвинь тут на и ну прям вот они такие правки были но я была счастлива что просто вот получилось что я работаю что я я прям даже помню это верстала журнал у них должен был буклет такой там какая-то конференция я прям всю ночь листала это верстала журнал и утром уехал хорошо в общем прям до последнего работал и вот они мне наверно дали большое понимание того что вообще как бы куда двигаться что это нужно что это интересно что есть можно зарабатывать наверное даже знаешь как вот есть что-то больше чем город саров и вообще какая-то вот на другая жизнь же другая сфера у них там такие большие какие-то конференции они привлекали каких-то коучей там с именитых в общем ну это было интересно и познавательно но скучно ну потому что творчество то не было там никакого там просто как бы все укладывать да я же не могла там баннер картинки вставлять нужно было просто разместить текст так чтобы это было читабельно я довольно таки долго проработал дизайнером потом я ушла в веб веб дизайн сайт делал но не верстал то есть вот не эту часть которая там войти до да 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 то есть чисто вот эти вот блоки а тогда еще в моду минимализм пришел который там в принципе как бы ну точно никакой если раньше может помнишь там были такие шапки такая вот захочешь нас это вываливается такая тут звук там да а это все отсеклось пришел чистый аккуратный минимализм то есть мне нравилось как это выглядит но опять же скукота ну то есть себя реализовать был невозможно но там уже другая сфера и как бы зарплата побольше потому что на обработке фоток на баннерах много не заработаешь работы много то есть приходилось прям сидеть 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 в сайтах уже было лучше и там же были всякие этикетки попадались и прочее там по моему даже красноярская по моему контора взяли меня на работу я вот им делала сайты довольно долго и мечтала стать художником предыстория меня мама лет наверное в 6-7 отдала в нашу художку я очень хотела рисовать мне вообще нравилось это всегда она дала меня в художку но как бы раньше все на таланте было построить все прям ты должен либо ты талантлив либо нет то есть как бы не существует другу я при я очень хорошо помню я нарисовал елку а игрушечки нарисовала соответствии с елкой ну то есть небольшие а как бы он так сказал говорит ну вы конечно можете ее оставить особому талант тут не видим что это вот за игрушечки такие маленькие надо было большие красивые а я помню прям недоумение свое потому что елочка была небольшая думаю как же вот ну как ну почему ну мам такой нет там одну чушь и ушли и у меня наверное как вот не закрытый гештальт осталось что-то такое что это какая-то недостижимая штука и все художники какие-то волшебники как минимум то есть это кажется каким-то прям вот таким что они какие-то рождаются сразу уже вот у них на лбу там что-то какая-то мет и где-то я наверное вот после этих сайтов я поняла что а почему бы не попробовать у нас тут набирали я вообще узнала что у нас дожки оказывается есть старшая группа то есть можно ходить взрослому и причем ну по сравнению совсем там со всей страной стоило это и до сих пор стоит то в общем как бы мало но думаю почему нет как раз мне ребенок довольно таки маленький думаю буду ходить там по вечерам посмотрим и я стала ходить и все учителя там ну просто хихикали когда я говорила что типа талант не талант они мне сказали что игры ты знаешь горит по-настоящему талантливые люди попадаются ну вот прям вот один на миллион горит вот рассказывал там преподаватель горит у нас в институте парень один мог говорит вот с коленки человека нарисовать вот прям начинает этот 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 и выстраивается это но но это горит вот за мою жизнь горит я одного такого человека видео то есть как бы научиться можно всему и мне очень нравилось то есть вот я поняла что это моё параллельно я стала смотреть вообще вакансии то есть что требуется с не просто как бы вот рисунок да смотрела конкретно что нужно этому миру чтобы вот ну и как бы под себя подбирала чтобы мне было комфортно и вообще контора в которой вот я рисовала баннеры тогда первая моя вот эта контора мы год с ними проработали и они потом ну кому них там что-то произошло они как бы развалили и с одной девушкой вот сохранили очень хорошие отношения на когда узнала что я начинаю рисовать она там что-то какой-то детский такой организовывал то ли группу то ли что то в чем ей нужно оформление она горит может быть ты нарисуешь вот вроде там какой-то картиночка такая была там чуть папа мама ребеночек и какие-то там ну какая-то розовая страна такая с единорожками вот я нарисовал ей очень понравилось я сейчас конечно смотрю это было прям но с чего-то начинать надо было стала искать вакансии соответствующие тоже может какие-то мелкие рисунки стала смотреть ай ты всякие и тогда я поняла что ну как бы даже наверное не только в россии можно можно работать и с другими странами и вообще и как бы стала еще и английский прокачивать ну не то чтобы там прям сильно в принципе мне всегда нравился и потихонечку потихонечку потом вот у меня пришел помню большой достаточно заказ из беларуси делали игру для телефона для мобильного и мне нужно было нарисовать вот эту вот заставку когда вот только входишь в игру и там эти всякие домики куда можно войти вот это мне прям очень понравилось то есть это было прям такой вот мультяш на какой-то детский он он вроде как бы вот и не слащавый как вот детская книжка данность для меня это было как бы немножко так а там было то есть там природа всякие там море и я поняла что да мне нравится то есть это вот вот это вот интересно там плюс домики были всякие вот тогда вот хороший заказ хорошо оплачиваемые для тех времен то есть я думаю ну вот 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 то есть значит можно можно и делать то что ты хочешь и в то же время зарабатывать и в то же время наслаждаться своей работой а вот ну а потом как-то просто стало наверное свои работы загружать на всякие паблики то есть как как можно больше чтобы больше узнали больше услышали больше как-то какой-то может быть отклик получить хотя я очень боялась я не люблю когда критикует вот но в целом как бы так прям уж какой-то особой критики не было чтобы ну критика принципе было художки то есть там преподаватели тебе не не то чтобы там унижая дать тебя нет прекрасно вообще здорово мне очень нравилось ну я помню четыре года я в художке отучилась а потом ну то можно было продолжать учиться но в целом как бы вот все что она могла дать я взяла а там уже просто нарабатывался опыт 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 ну кроме того по моему всех всегда интересует человек все хотят сразу рисовать человека а он а он рисуется после его трех-четырех лет то есть он низ у меня дочка сейчас тоже мама я хочу людей рисовать зачем не художник но там как-то мне говорили что вот ты можешь там другую группу перейти там конкретно уже по людям будет а здесь как-то так боль потому что там еще приходят люди это кто-то приходит учиться а кто-то приходит просто наслаждаться ну то есть просто вот скоротать и вечерок поэтому там какой-то трудный материал воспринимается не очень в общем в итоге я ушла оттуда потому что ну как бы все взяла и стала просто смотреть еще какие-то дополнительные уроки какие-то там вот информации много на ю тубе а где-то вообще в принципе находилась сети какие-то и кстати вот с иностранных всяких ресурсов тоже даже наверно больше было причем там было так вот в общем-то слов то почти не было было понятно по картинкам поэтому вот училась и таким еще образом и как-то вот у меня прям есть такое убеждение когда что-то нравится и когда ты пытаешься тянешься и вселенной начать и подкидывать вариант единственное надо в них в дверки заходить до открываетесь нет 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 это не для меня наоборот и прям как-то вот так вот завертел закрутил а я еще принципе детства увлекаюсь рок-музыкой и как-то так получилось что по моему я даже не помню кто из них был первый но в общем какой-то музыкант какая-то шведская группа по моему попросили сделать логотип тяжелые какие-нибудь да 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 они прям тяжелые прям такие ух даже не рок это больше такое металл даже хард какой-то такой металл попросили сделать логотип сначала а потом обложку для альбома и все я думаю вот это моё то есть вот как-то мне нравится что ли вот этот вот стиль даже люди смотрят обычно как о череп да там кошмар какой там да 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 тогда у вас там на раз психикой что-то лично мне нравится все вот эти вот изъяны ну то есть вот когда вот ты рисуешь какие-то вот эти деталечки какие-то такие мелочи которые вот потом выстраивают всю картину вот мне вот это нравится очень поэтому в основном там птицы крылья да вот эти перышки черепа какие-то там если это тема каких-нибудь там викингов тоже классно там узорчиков кстати сейчас это вот-вот отдам рисунок рисую девушка заказала у нее есть любимый кролик дома и она горит я хочу вот его как викинга нарисуй мне пожалуйста и в итоге вот я нарисовала то есть антураж там топорик и шлем все это викинга но кролик я поняла что вот мне такое нравится то есть плюс тут вот музыка которой я всегда увлекалась которая мне нравилась и как-то вот стало больше тянуться в эту что ли сферу померчу давай пробежимся что вот это вот уже то что я делала для заказчиков и они мне как бы типа как благодарность просто присылали то что получилось то есть это вот был мой рисунок они у меня его купили и сделали вот такой вот мерч вот этот и толстовка вот идет ай просто как образец прислали что вот вроде смотри прикольно тоже довольно давно и вот и по моему американцы вот футболочка нравится это самый как ее называют санта муэрте да наверное задача была именно такая ну и здесь собственно все супер да на все забей так тоже вот заказывали из словении и по моему они переехали в америку и вот у них прям магазин висит то есть это даже до сих пор продается хотя заказ был наверно года три назад тоже отшили и мне прислали просто как образец ну вот прям два последних у меня были две группы из питера заказали одним я нарисовала мерч помо они хотели вот принт на футболку и потом как-то им очень понравилось а не а давай еще принт еще обложку и прямо с ними так плотненько поработали и после них вот пришли прям тоже вторые парни тоже им нужна мерч на футболку но пока рисунки не изданы я могу показать потом в таком плане а прям сейчас в работе у меня есть есть ну как подруга не подруга я не знаю просто вот девушка тоже как фанат что ли не знаю она не постоянно заказывает просто для себя рисунки ну то есть она просто вот придумывает что-то и горит а вот ты мне не нарисуешь я грудь без проблем вот и уже наверное в течение года я вот ей рисую тоже ну тоже так вот в между вставляю там хоп-хоп-хоп-хоп потому что я сейчас заметила за собой мне нравится два рисунка в работе как минимум ну то есть как-то вот переключаешься потому что один долго особенно если там я затянула и по каким-то причинам не уложилась там четыре дня у меня начинается вот мне уже не нравится меня начинается вот это вот как как у художников наверно у всех есть такой я там да как я вообще я же ничего не умею да 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 а когда еще рисунок он же выглядит сначала то вот на стадии так скажем разработки то ну так не очень тоже все на самом деле решают детали в конце где-то там брызги где-то там и т т т т т и он уже выстраивается в картинку и вот точно стадии когда она выглядит что-то не нравится что-то вот сразу скажу здесь даже наверное какая-то есть магия потому что когда заказчик приходит к тебе и это твоя любимая стилистика ты прежде всего думаешь не просто вот ну хочу викинга да вот на тебе викинга а пытаешься настроиться на его волну чтобы понять что он от тебя хочет увидеть даже вот как-то так и в итоге когда вот я уже нарисовала и я смотрю я смотрю попала я или нет я даже не могу объяснить ну как бы из чего состоит это попало до цвет цвет что 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 нет вот каждый рисунок он имеет какое-то настроение и иногда бывает не попало то есть вот я прям чувствую что вот ну не для него тот самый кролик викинг в принципе вот можно посмотреть рисуем и чтобы на печати было черный и белый да все а потом уже добавляю цвета потому что в рису я только черным белый использую соответственно подкладывая под него цвета у нас контур весь остается его заливаем там и как-то тени такое накладывать вот почти что финальный рисунок на западе понимание рисунка и артиста немного другое то есть для нас но как-то вот мы привыкли что это что-то такое не сильно стоящее да то есть что за картинку там до столько-то чё за ерунда а там во первых задачи ставят по-другому потому что вот после первой своей работы когда мы там на 3 миллиметра сдвинь туда на 3 миллиметра я сейчас вообще не позволяю в свой рисунок влазить заказчик ну то есть как я не показываю на стадии там а промежуточную покажет нет 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 еще раз нет потому что ну у меня бывало такое что он же не может залезть и узнать какая у меня в голове концовка это рису этого рисунку дата что я хочу видеть а на стадии этого не видно когда он такой не закончил он кажется ну а чё а вот это еще дать а вот это а чё вот это вот я показываю вот концовку то есть когда рисунок абсолютно готов и если вдруг что-то там какие-то мелкие правки мелкие правки я вношу если вы решили что мне нужен вместо кролика не знаю там код это второй рисунок по второй цене раньше мне было страшно ставить условия раньше мне было страшно я даже работала помню за там рекламу за какие-то вот ну то есть такие типа плюшки и поняла что выхлопа с этого нет вообще никакого у меня вообще был в жизни случай наверно таким гордиться я должна потому что я работала с группы лакуна койл через там другого человека меня посоветовали и мы прям вот с этой кристиной это солистка группы контактировали я нарисовал ей классный такой мерч она там его издала на всяких футболках и меня прорекламировались она прям как-то так она стук какой такой открытый человек вот прям душевный и она вот как каждой когда постила рисунок вот этот вот она всегда меня тегов всегда у них даже презентация мерча была отнута расстегнул там ты ты этот жули это сделал джули то есть они прям вот почему-то вот так вот меня прорекламировали но я к чему то есть даже вот такая реклама от таких звезд она работает но не приносит вот каких-то прям сразу у и ты звезда да головокружительный успех соответственно вот люди которые там ну как никто так скажем то есть вот не неизвестно ничего они говорят а ты нам нарисуй за рекламу это тем более не работает вообще не работает то есть ну и плюс ты сразу обесцениваешь свой труд всегда когда люди не платят изначально они тебя замучивают правками это прям вот ну потому что как бы вот не ценится да я копеечку не вложил значит можно ей там весь мозг выковырить ну и в итоге я таких вот теперь уже я просто отсеиваю на стадии ну только вот обращение просто сейчас уже понятно уже особенно помоги мне вот эти слова ты не поможешь мне там да ты вот что я увидела в иностранной аудитории они ценят свое и мое время то есть если даже какие-то правки есть они какие-то четкие ты дизайнер я к тебе прислушиваться ты художник я к тебе прислушиваться у наша аудитория сталкивалась с таким что практически хотели чтобы вот ну грубо говоря практически рядом сидела да я рисовала вот вот здесь еще линия вот там вот тут вот так исправить ну как бы я сразу говорила у вас что есть художественное образование то есть вы художник или что почему вроде как вы так вмешиваетесь нет ну вроде я хочу контролировать я извините если вы можете сами рисуете если не можете тогда как бы давайте деньги и я вам сделаю что вы хотите заказ был кейт флинт из за продиджи им нужно было ничего какой-то хотели мер сделать типа там вот рок-звезды какие-то ушедшие что-то такое я нарисовала ну на что мне ответили ну тут даже говорит не о чем вообще ну то есть вот прям вообще сказать что я ничего не чувствую когда такое говорят нет и конечно обтекаешь как бы там не было сколько бы в этом регалии не было за твоим за твоими плечами все равно это очень неприятно и где-то там внутри а может и правда зря я все это затеял в итоге вот он не принял вот этого кейта флинта и я его залила вот в тот свой магазинчик думаю хотя бы так отобью деньги он стал самым популярным он раз разошелся по сети его из интернета скачивали где-то я его находила в турции какой-то тату салон он висел там вот на это а он тоже такой наполовину череп вот такой сделал и тут вот ну как бы так лицо короче такой короче где его только не видела потом интернете какой-то американский магазин прям вот его размножил просто вот там стер ну там они не она прям осталось идут джулиарт я подписываю и прям с этим вот фигачил там это есть в интернет заходишь и вот прям его так много но за это не платят то есть они просто его взять но я к тому что это вот мерч для письма среда название кандидата группа как раз но недолго покажу что потому что они еще не сдали не напечатали вот это вот был тоже для питерской группы смысл был в чем группа питерская элементы использовать но города да а вот это вот это их логотип вот это я не рисовала и смысл был название логотип и вот придумать какую такую эмблему которую тоже куда-то там распечатать на мерч еще куда-то и вот это вот из последних работ ну я этим живу то есть у меня какой-то основной работе это моя основная работа прям основная работа единственное что конечно же нет такого что вот ты выучился начал рисовать и даже там после своих двух-трех клиентов все я уже это сейчас сейчас вот они тут придут нет постоянно нужно искать искать куда ну как как это интерпретировать да так чтобы продать куда это выложить где это показать вообще фишка в чем если человек купив твой рисунок от него получает какие-то деньги ну то есть мерч продает а игра да вот какие-то чем больше он получает тем больше он готов тебе заплатить то есть как правило если это просто там портрет моей любимой жены и вот в спальню да нет ну да но это какая-то вот единоразовая такая акция если прям решили вот купить вот но в целом надо просто искать куда это можно выложить где это вообще вот что вы хотите где вы хотите как потому что вот все соцсети они работают вот с разной аудитории и как-то выкладывая туда-сюда я начинала понимать а с этой можно туда-то с этой можно сюда с этой можно сюда плюс какие-то паблики где предлагают работу и сообщества типа behance artstation dribble ну то есть вот эти вот сообщества которые прямо для художников которые это причем они хорошо фишка в чем они хорошо гуглятся то есть если ты там раскрутил свой аккаунт в гугле вбиваешь там ну грубо говоря там мерч метал мерч там ля-ля-ля меня вот так вот находили поэтому вообще мне кажется продать можно все но постоянно плюс мир меняется за последние два года мы это видим да то есть да 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 то есть постоянно какие-то куда-то чего-то и но просто наверно подстраиваться под него а не то что там как-то ой да вот а вот сейчас же новая фишка этот и и и искусственный интеллект все художники такую панику навели интересная штука прикольная но вот как по мне может быть я конечно просто наметан взгляд я вижу что все одинаково это было сначала вау да то есть там цвета там какие-то детали а еще там вот миджорни он умел прям такие какие-то там мелочи таки кроме рук ну это уже это ходит да 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 а если клиент управки нужны то что то есть я никогда этого не понимал как он заменит художника так вы поправьте художник-то иногда там мне машину чуть разверните более фронтально смысле разверните это не 3d ребят то есть мне нужно перерисовать а как это с этим справится и и вот кстати наверно отсылка художественному вот этому вот школьному мастерству да там композиция делата здесь вот наверное как раз использовали знания конкретно по композиции потому что у них уже была какая-то такой набросок какой-то обложки где там ворон задувает эту свечу и змея что-то к нему то есть это было условие и мне нужно было вот этот все как-то так вот реализовать закомпоновать и подписать тут это название сингла тоже вставить надо было в общем вот как-то там ну вообще история довольно странный просто вот когда я веду аккаунты так как и рисунок не нарисуешь за один день приходится как бы ну что-то еще выкладывать да я просто кидай свои фотки разного бывает там вот с фотографами из нашего города там ну вот какие-то что такое там хочется еще как-то себя выражать да давай а давай там чё-нибудь придумать и которые в конце типа того да 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 бывает так это вот наверное в такую погоду никому ничего не а летом да и вообще у меня есть как бы друзья с которыми и чего-нибудь выдумываем давай ну давай и вот эти фотографии я выкладываю там и прочее и как-то мне вот написали вроде а у них частенько вообще женское лицо женский портрет очень частая тема для татуировки да там они там по-разному там делают с рогами т.д. но по сути в принципе все берут вот из интернета какие-то картинки и на фоне это накладывать свой рисунок но и мне сказали готовому можно я вроде воспользуюсь да без проблем но только главное там не знаю там не на пункте там мое лицо ну вот насколько я знаю на на троих людях есть один в англии ой на четверых двое в англии и дания по моему вот парень значит у нее на бедре вот так прям идет здесь скелетик здесь вот так вот лицо по моему где-то что ли на руке еще со львом с каким-то у меня тут тигр вроде бы нормально нормально ну карандаш участвовал но вот как как появился планшетом что сначала у меня был стационарный компьютер и планшет был который без экрана то есть до синтика я не дошла синтик это вакуум большой экран не переносной до на котором рисуют я очень его хотела но когда узнал что он не переносной потому что хотелось вообще быть вот ни к чему не привязаны до куда ты поехал хоп там сумку сумму достала и стала узнавать тоже про планшеты то есть какой бы лучше приобрести какой этому что стояли все программы у меня вообще в целом что нужно до photoshop photoshop использует растер но иногда нужно да еще и вектор вот у меня стояла значит иллюстраторы photoshop в иллюстраторе мне очень не нравилось рисовать но потому что принцип другой да там же как бы я не художник а больше вот выстраивание но нужно было то есть некоторые прям раньше требовали конкретно этот раз вектор в итоге опять же смотришь в интернете то есть там подписываешься на каких-то я часто очень подписывался на татуировщиков потому что если подписываешься на художника непонятно что он выдаст то есть как будто вот для меня в голове татуировщик это все же идет на теле соответственно уровень выше я поэтому как-то вот выбирала больше вот таких вот основательно и смотрела что они делают то есть каким образом они реализуют свои рисунки что они каким как рисуют там кто-то там рисовал карандашами ручками но вот заметила что рисуют именно вот на айпадах узнала насколько идет отклик быстро то есть отклик это когда ты проводишь да он так рисовать невозможно если ты что-то штрихуешь а он через два часа приходит ну вот вот это очень важно было для меня и по отзывам посмотрела и вот приобрела планшет сколько-то внутри год по моему у меня и компьютер уже особо не сажусь то что за компьютером конечно тоже было сложновато спина устает все устает и и плюс вот планшет тут экран тут а с планшетом прям здорово появилась единственная вот векторами программы тоже здесь есть вообще здесь рисую в проклее она как бы самая популярная такая вот среди вообще художников и поставила себе вектор сюда на всякий случай но как столько стала модная проклее с вектором ко мне не обращался никто потому что ну в принципе для печати растр можно запросто особенности хорошего качества но я давно уже вектор на ничего не рисовал то есть рисую просто в растре просто вот проклеете как обыкновенным кардашом и не использую никакие кисточки никакие краски я давно не брала краски в руки а вот это много странно напечатала но не суть это вот совсем недавний рисунок вот девушка про которую я говорил из германии она просто заказывает что-то а давай то 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 изобразим я хочу я его делаю отсылаю рисунок она там уже себе кружки все им это и толстовки и на футбол ну короче вот куда она хочет туда это и вот на меня поздравляла летом неде рождения был она прислала огромную всяких там вкусняшек и кружек и этих а локс один был кружку и вот мне прислала вот такую вот толстовочку вот с таким отпечатанным рисунок если вы хотите делайте как желает душа и сердце старайтесь делайте идите за мечтой а мир сам развернется к вам и откроет вам нужную дверь главное ее не вовремя войти так скажем да и не отказываться там от каких-то вас он потому что любое какое-то знакомство случайно любое какое-то не знаю там какой-то контакт где-то чего-то до выложил ты свою там картинку и и и она вот приходит и главное уцепиться главное это в глазу был по душе мне кажется что вот это вот самое важное именно делал